Продолжение следует... С одной стороны, эта отставка была внезапной, но в то же время закономерной. И вот почему. Все-таки в стране произошла революция, и закономерностью главной является то, что революционные элиты, это как формула, со временем вытесняют те элиты, которые были до революции. И это процесс закономерный. Другое дело, что уже в плане отдельных персон это может произойти раньше или позже. Да? На ход событий или на те или иные повороты пути развития нашего государства эти расхождения дали бы со временем о себе знать. И вот произошло то, что произошло. Поэтому я здесь не вижу ничего, в этом смысле ничего экстраординарного. Ну, касательно уже сопровождающего шума информационного или медийного, околомедийного, да, это не меняет суд дела. Понятно, что есть и будут разные разговоры на этот счет, но тем не менее, тут ключевым является то, что премьер-министр в своей большой пресс-конференции об этом тоже отметил, что должна быть все-таки гармония между президентом, исполнительной и законодательной властью. Понятно, что этой гармонии не было. А в чем была дисгармония? Дисгармония была как раз вот в этом расхождении во взглядах, ну, на жизнь. Да, и эти расхождения проявлялись не раз. Философские расхождения, да, вы так думаете? Да, конечно, конечно. И эти расхождения проявлялись не раз, и причем в самые такие поворотные моменты нашей новейшей истории. В частности, это вот, когда закончилась 44-дневная война, в Армении сразу же стартовала, уже как последующие события показали, восьмимесячная гибридная война против республики Армения. И понятно, что все наши противники пытались достичь своих целей посредством отстранения действующего руководства. И тогда нужно было сделать выбор. И президент этот выбор сделал. Мы помним его заявление, если я не ошибаюсь, вот, в ноябре, да, вот, во второй половине ноября 2020 года, где он фактически присоединился к тем голосам, которые призывали к отставке правительства и премьера. Такое запоминается. Второе, это вот пункт военных. Президент принял такое решение, какое принял. Да, в частности, он не подписал указ на основании распоряжения премьер-министра об отстранении от должности начальника генштаба. Правда, в то же время он не направил вопрос в конституционный суд. Да, что вызвало бы, конечно, просто возмущение. Но, тем не менее, начальник генштаба был отстранен силой права, да, в силу отказа президента подписать соответствующий указ. Но такое, скажем так, тоже запоминается. В то же время в этом заявлении говорится о том, что есть дефицит объема полномочий, необходимых для того, чтобы он был полезен для государства. Ну, здесь, скажем, и да, и нет. С одной стороны, когда сэр Сарксиан ему предложил согласиться на выдвижение на пост президента, тогдашний объем полномочий ничем не отличался от сегодняшнего. И таких вопросов у него не возникало. И сэр Сарксиан добавить этих полномочий ему, собственно, и не обещал. В то же время нужно понимать, что, да, человек, безусловно, Армэн Сарксиан – это незаурядный человек, с незаурядными способностями, талантами, я бы сказал, и, конечно, с такими вот эксклюзивными возможностями и связями за рубежом, которые могли бы быть очень полезными для нашего государства, но, к сожалению, к сожалению, это тоже нужно отмечать, наши институции оказались не способны воспользоваться этой возможностью. И это тоже, как это не прискорбно, это тоже факт. Но в то же время это не из-за объема полномочий, это из-за вот этой неспособности, потому что, опять-таки, вопрос институциональной состоятельности нашего государства остается вопросом нерешенным. И это вот очень важный, к сожалению, очень важный маркер. И здесь многое еще предстоит сделать. Плюс к тому, у ряда ведомств, в частности, внешнеполитического ведомства, постоянно возникала ревность, когда Армин Сарксиан проявлял внешнеполитическую активность. От нашего внешнеполитического ведомства после ухода Эдварда Налбандзяна пока еще вот этот запашок остается. И там тоже многое предстоит реформировать и свое безделие. они компенсировали ревностью в плане активности других. Во всяком случае, у нас пока вот внешняя политика носит инерционный характер. Наша внешняя политика нуждается просто в такой стряске и диверсификации. И направлениями нашей диверсификации важнейшими являются это юг, да, вот Персидский залив, дальше Азия и Запад. Тогда как для нашего внешнеполитического ведомства другого направления, кроме как Севера, не существует. Эти люди просто привыкли годами смотреть в трубу и на том конце видеться только Север. К большому сожалению. Да, это остается вот такое чувство неиспользованных возможностей. Но в то же время, опять повторю то, с чего начали, это было внезапно, но все-таки закономерно. О возможностях президент сказал в своем заявлении. Я зачитаю эту цитату, кусочек из его заявления, и попробую, и попрошу вас прокомментировать его. Мы живем, говорит Армен Сарксиам, в своеобразной действительности, в которой возможности президента воспринимаются не как преимущества для государства, а рассматриваются различными политическими группами, как угрожающая им опасность. Итак, возможности президента рассматриваются внутри различными политическими группами, как угрожающая им опасность. О чем говорит Армен Сарксиам? Это как раз о том, что я имею в виду разные ведомства, разные группы влияния, в нем усматривали определенный такой конкурентный полюс своим возможностям, да, или своим пожеланиям, возможно, внутри страны. Да, как раз вот это именно и... Речь не идет о векторе, про российском векторе, или про западном векторе? Абсолютно. У Армена Сарксиана были, скажем так, эксклюзивные отношения и на российской стороне, и на западной тоже. И не только. Но и на южной, и во многих направлениях. И причем это были и королевские дома, это были и транснациональные корпорации, это были и IT-гиганты, это были и производители вооружений, да. Достаточно только проследить за географией его визитов и перечнем его встреч с разными очень VIP-лицами. Почему возможности президента могут рассматриваться как угрожающая опасность? Ну как, потому что те группы влияния, или те ведомства, которые свои возможности считают эксклюзивными, да, у них появляется в этом случае опасение в плане потери этой эксклюзивности. Вот отсюда и такое вот ревнивое отношение, от которого государство, ну, не то что не выиграло, но и проиграло тоже. Да, то есть, опять-таки, у нас институты не приспособлены к тому, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями. Ну и есть и обратная сторона, о чем, надеюсь, мы еще и в ходе нашей беседы поговорим, в то же время, и одновременно, вместе с этим, наши институты пока не приспособлены к тому, чтобы адаптироваться под внезапно возникшие угрозы тоже. Да, то есть, они такой, ну, все-таки, ригидный характер, такие окаменелые, инерционные, да, такого вот режима, либо медленного реагирования, либо вообще не реагирования. То есть, вот, все мы имеем. И если сформулирую вопрос так, о чем хотел предупредить своей отставкой президент? Ну, вы знаете, вопрос, лучшим адресатом вашего вопроса был бы сам президент, но мне кажется... То есть, из-за явления это не про... Мне кажется, речь идет здесь о внутреннем измерении вот этого вопроса. То есть, вся эта конспирология, которая вот строится там, типа Россия, Запад, там кто-то что-то сказал там, или не сказал, не досказал, или пересказал, здесь не об этом речь. Речь о внутреннем измерении вот этой проблемы. Да, у нас есть проблемы. Вот об этой проблеме, на мой взгляд, и хотел предупредить президент, что, собственно говоря, и соответствует. О чем мы знаем, в принципе. Да, и о чем только что мы говорили. Спасибо за ответ. Нет, сейчас предстоит новая чехарда с назначением нового президента. Есть мнение, что новый президент будет крайне слабым и станет лишь ручкой в руках Пашиняна и будет ставить свою подпись под теми решениями, документами, которые ему, значит, надо поставить. Ему велено будет сверху, да, будет спущено сверху. Мнение, которое имеет право на существование, и оно будет существовать, пока не будет конкретно выдвинута кандидатура человека, который займет пост президента. Я думаю, что абсолютно очевидно, что нового президента будет назначать действующее большинство в парламенте. Им является партия гражданский договор. Поставлена задача, чтобы обеспечить гармонию, как сам Пашинян говорит, гармонию между президентом, правительством и парламентом, ну, из этого и будут исходить. А по персоналям, по живому виду. Все-таки, опять-таки, я говорю, эта отставка была, в общем-то, внезапной, и пока вот эти обсуждения идут, и мы знаем, по Конституции должна, во-первых, пройти неделя, пока составят протокол об отставке. Председатель парламента, да, согласно Конституции, станет исполняющим обязанности на переходный период, и в промежутке между 25 и 35 днем, с момента вот, или отставки, или составления вот этого протокола, пройдут эти выборы. Хорошо, вы сами обозначили, что Армин Сарктисян не был членом команды Пашиняна, и сейчас мы будем рассматривать кандидатуру, который, человека, который является членом команды Пашиняна. Здесь... Не обязательно. Для обеспечения гармонии не обязательно быть членом команды Николая Пашиняна. Абсолютно. Хорошо. Тему... Переходим к другой теме. Армяно-турецкие переговоры. Пашинян на своей пресс-конференции сказал, что если существующая динамика процесса нормализации отношений, я отмечаю эту формулировку, значит, существует динамика процесса нормализации отношений с Турцией, сохранится, продолжает Пашинян, Армения примет участие в дипломатическом форуме, который пройдет в марте в Анталии. Итак, уже обозначена динамика процесса, хотя была всего лишь одна встреча. Что вы думаете обо всем об этом? Если объективно, об этом... У меня были поводы высказываться об этом, моим общением с прессой. Я просто повторю некоторые важные моменты. Прежде всего, формальная причина, почему Турция односторонне разорвала отношения с Арменией и закрыла границы, это формальная причина отпала на данный момент. Как мы помним, это произошло в 93-м году, когда Эль-Баджарский район был взят под контроль армянскими силами в Нагорном Карабахе. И после этого в Турции было принято вот это решение. Я очень извиняюсь в скобках. О том, что отпала эта причина, об этом хоть один раз мы слышали, может быть, слышали, и вы мне скажете, да, от Турции. Или это все время мы повторяем, что отпала? Я во всяком случае... Считать, что отпала эта причина? Я во всяком случае не слышал об этом со стороны официальной Анкары или отдельных ее представителей. Но в турецкой прессе об этом писалось. Понятно, что в том состоянии, в котором находится сейчас турецкая пресса, это, в принципе, аффилированная с властью пресса. То есть можно на этом основании делать вывод, что об этом... Косвенно говорится об этом. Да, об этом косвенно говорится и не обязательно публично. Ну, и, собственно... Хорошо. И изменились условия тоже. В настоящее время Турция решает вопросы своих отношений с Западом. Для Запада нормализация отношений с Арменией это, в общем-то, важный маркер. Да? И Турция считает нормализацию отношений с Арменией своим активом в своих торгах с Западом. Это тоже важный момент. Второе, это то, что если Россия воспринималась как препятствие к этой нормализации, и Россия лишь хотела, если и дело бы шло к нормализации, то чтобы в этом были учтены ее интересы. Понятно, что это за интересы, но на данный момент Россия уже обеспечила себе присутствие, расширенное присутствие после... по результатам 44-х дневной войны, и она решила, скажем так, ремоделировать рычаги своего влияния в регионе и делать больше упор на коммуникации. И в этом отношении Россию тоже стала устраивать вот эту нормализацию. То есть мы имеем дело с ситуацией, когда в этом отношении у Запада и у России нет критических расхождений, и сама Турция тоже заинтересована. А касательно нас, мы всегда были заинтересованы в том, чтобы граница с Турцией функционировала в качестве открытой границы, открытой для всех коммуникаций. в совокупность всех вот этих факторов и предпосылок и позволяет делать вот те суждения, о чем и поделился Николай Пашин в своей пресс-конференции. Вот я так смотрю на... Хорошо, а что может помешать процессу нормализации отношений? С нашей стороны ничего мешать не будет. Я в этом уверен. То есть мы предусловие ставить не будем, никаких условий ставят, уже не предусловие, условий ставить не будем. Ну и не было таких условий и предусловий. Не было и не из чего, как бы, чтобы они были, да, вот. Возникли. Возникли. Касательно Турции, ну да, Турция сложный партнер по переговорам. Вначале они могут обещать все, что угодно, а потом долго и упорно объяснять, почему этого не произошло. Ну, каждый партнер имеет свои, скажем так, особенности. У турецких партнеров в дипломатии такая особенность. Кстати, аналогичная и у русских тоже. Соответственно говоря, здесь, в этом они очень похожи. Ну, посмотрим. Во всяком случае, мы должны быть готовы к тому, что Турция вдруг может там изменить этот вот, изменить свою позицию в ходе переговоров. То есть, что там есть, что можно поменять? Или что-то потребовать там в надежде там соскрести по максимуму. Это они могут. Поэтому мы должны просто не отходить от своих принципиальных подходов, показать неконструктивность таких возможных отклонений от логики этих переговоров, ну и проявлять терпение, крепость нервов и последовательность в том, чтобы мы достигли бы результата. И, кстати, о результате тоже. Отличие нынешнего раунда армяно-турецких переговоров от переговоров периода футбольной дипломации как раз в том, что тогда Турции был нужен больше процесс, чем результат. И Турция добилась этого. Тогда как Армении нужен был результат прежде всего, а процесс должен был бы этот результат обеспечить. Мы получили только процесс, от чего, в общем-то, был очевидный плюс турецкой стороны, но не получили результат уже по известным причинам, потому что фактически Турция подвесила эти протоколы в фазе ратификации, и мы ничего не получили. Какая разница сейчас? А разница в том, что сейчас Турции тоже нужен результат. Потому что очевиден интерес и турецкой стороны в том, чтобы коммуникации на границе с Арменией были бы разблокированы. Только экономические вопросы решаются? Или все-таки политические вопросы тоже? Вопрос коммуникации – это не только про экономику. Конечно, и политика тоже. Потому что уже нормализованные отношения с Арменией превратятся в такой довольно-таки весомый внешнеполитический актив для Эрдогана. Как я уже говорил, повторю, в своих торгах с Западом. Они идут очень тяжело, тяжело для Турции. И проблема усугубляется еще и таким ужасным состоянием турецкой экономики. Для исправления которой единственное, куда может обратиться Анкара – это ее союзники по НАТО. Хорошо, опасности на пути нормализации или в результате нормализации? Ну, это опасности в том, чтобы мы допустили бы, ну, скажу так, эти опасения в своем большинстве, они не обоснованы. Но есть и обоснованные опасения, они обусловлены тем, что, ну, скажем, эти опасности могут возникнуть тогда, когда наши государственные институты не будут работать должным образом. Да, то есть, будет плохо работать наша погранслужба, будет плохо работать наша таможенная служба, ну, и так далее. Да, и в результате мы получим ряд вполне предсказуемых в таком случае, да, негативных эффектов. Ну, скажем, не более того. Но для этого, извините, мы государство, в конце концов, и да, они все должны быть в тонусе в этом отношении. Хорошо. Как и наши экономические регуляторы тоже должны должным образом реагировать, чтобы, ну, скажем, не допустить демпингов со стороны, ну, скажем, турецких компаний, чтобы не было угрозы армянскому рынку, да. То есть... Все, что вы назвали, это сектор экономики, это экономический сектор, политический сектор. Ну, и то, что касается, допустим, режима купли-продажи земли, например, да, то есть, это вопросы, которые государство должно регулировать то, что должно регулировать. Мы готовы, мы в этом состоянии, в котором мы оказались сейчас? Ну, конечно, я так думаю, что если, понимаете, как проблема не в том, что у нас есть вот этот известный перечень проблем, да, о части которой мы тоже говорили. Проблема в том, что мы не считаем это проблемой. Не ставим задачи определенные. То есть, если мы будем ставить задачи, я вижу все возможности и все предпосылки к тому, чтобы эти задачи будут элементарно решены. Я очень извиняюсь, а задачи будут поставлены, вы считаете? А мы заставим, чтобы эти задачи были поставлены. Мы, говоря, я имею в виду меня, вас лично, в том числе и не только. Да, мы заставим. За доверием. Да, потому что эта страна наша, и нам в ней жить. Хорошо. Следующая тема, о которой я бы хотела. Все, что происходит у нас в регионе, так или иначе связано с тем, что происходит в самой России. Связано с Россией. И сейчас давайте... К сожалению. Это факт, М. Дюк. Это факт. Давайте посмотрим, что вы думаете о противостоянии Запада с Россией. Последнюю новость, которую я хотела бы озвучить. Чиновники Белого дома заявили об, цитата, об надеживающем сближении с Евросоюзом в переговорах по санкциям против России. То есть, здесь вроде консолидация есть против России. Как вы думаете? Безусловно. Причем беспрецедентная консолидация. Давайте посмотрим, как этот снежный ком будет расти. Для меня абсолютно очевидно, что те претензии, с которыми и выступает режим Путина, он просто безумный. И они получат просто зубодробительный отпор со стороны цивилизованного мира. Я в этом просто не сомневаюсь. И на этом пути, да, действительно, обнадеживающие, как говорится... Обнадеживающее сближение с Евросоюзом. Говорится, в релизах Белого дома, в прессе американской, я бы добавил, что такое сближение беспрецедентное для, ну, скажем так, последних, по меньшей мере, двух десятилетий. Ну, это естественно было ожидать. Кстати, я скажу, что во время самого такого жесткого противостояния в период холодной войны такие проблемы тоже были. Нужно понимать, что вот и в Европе, Советским Союзом инспирировались разные эти пацифистские движения, нет американским ракетам и так далее. Это тогда, как эти ракеты были именно для сдерживания советской угрозы. В настоящее время это не пацифистские движения, в настоящее время это коррумпированные круги. Да, это краденные от самого российского народа и вывезенные на Запад деньги, которые подпитывают эти коррумпированные круги, этих шрёдеров всяких на Западе, этих путинферштайеров всяких, да, этих разных персон, выступающих с такими плаксивыми заявлениями, которые сразу же становятся маргинальными в противоположном этим заявлениям мейнстриме, которые формируются в Европе. И это тоже закономерный процесс, потому что то, что делает Россия в отношении Украины, это не про Украину, это про Запад. Россия просто горит желанием реванша за поражение в холодной войне, причём вполне закономерное поражение в этой холодной войне, но этого Путин не понимает и не поймёт. Один вот такой проницательный, один из самых проницательных таких вот американских журналистов, колумнист, и Вашингтон-Пост, Томас Фридман, лет пять-шесть назад писал, говорит, чтобы просчитывать вообще воззрение и замыслы Путина, нужно понимать, что этот, я это цитирую, да, что этот парень тупой и злобный, а это очень плохое сочетание. Вот с чем мы сейчас имеем дело. Ну, говорить о том, что Путин не тупой, я не знаю, насколько он ваш колумнист. Потому что большинство чекистов именно такие тупые через линеечку. У них без линеечки ни одна чёрточка не проходит. Они не могут понять просто элементарных основ мироздания, да. Для них это не писанное, для них этого просто не существует. Поэтому закономерный исход холодной войны Путин может, допустим, назвать величайшей геополитической катастрофой. Если это не тупость, то тогда что такое тупость? То есть возникает такой вот вопрос. Теперь вот эти люди горят желанием исправить эту катастрофу. И нужно понимать, что в эпицентре реализации этих всех желаний находится самое крупное постсоветское государство, без которого любой неоимперский проект просто обречён, это Украина. Поэтому и все копья, и, в общем-то, направляются в сторону Украины. Но мы видим ещё один беспрецедентный такой тренд, что в Украину идут вооружения просто уже самолётами. Если раньше были единицами, и можно было их посчитать, потом шли тоннами, пару недель назад, сейчас уже идут самолётами. Причём это Геркулесы, да, со многими пропеллерами. Да, вот эти махины идут уже в таком режиме печки блинов. Вот в лёгкой прогулке. Если Россия туда сунется, её не ждёт. Её ждёт там отпор. Каждый квадратный метр будет гореть. А может ли быть провокация? Вы говорите, Россия сама нападёт. А может ли провокация, в которую втянут Россию? А зачем? Чтобы что? Чтобы вот то, что вы называли. Чтобы она напала. Ну, извините, так же и думали о Гитлере в 1938-1939 году. И, собственно, если вспомнить историю, нападение на Польшу началось с чего? С якобы нападения роты польской армии на немецкую радиостанцию в Гляйвице. Да, вот эта вот гляйвицкая провокация, которую устроила СС, является такой вот классикой провокации, да, как таковой. Ну, и Гляйвиц уже стал именем нарицательным. Да, это сейчас польский город Гляйвица. Во всяком случае, в России так считают? Ну, в России, естественно, будут так считать. В том числе и люди, которые будут в наших эфирах, значит, пытаться втирать свои нарративы. Да, но мы должны понимать, что здесь однозначно агрессивные намерения не у Украины, а у России. Империю хочет строить не Украина, империю хочет строить Россию. И об этом говорят ее же официальные лица. Вот этот деятель с фамилией великого русского писателя, да, заместитель председателя Госдумы. Открытым текстом объявляет о том, что должны быть восстановлены границы Российской империи. Внутри границ этих находятся несколько, более десятка независимых государств. И он считает, что у них и спрашивать не нужно. Нужно восстановить и все тут. И, кстати, вот этот альтернативно одаренный деятель еще и пытался баллотироваться на пост председателя ПАСА. Собственно говоря, это и является еще одним свидетельством тому, что такое вот хамское поведение России на данный момент обусловлено не столько ее силой, сколько тем, насколько слабо ведет себя Запад. Насколько коллаборационистки вели себя отдельные ее круги, ее политического класса. Ну вот Запад объединяется против России. А на данный момент, понятно, сейчас уже все отсекается. Кстати, то же самое вот в 30-е годы вспомнил недавнюю историю. Да, был Мюнхен, был сговор, господин Гитлер был хороший со своей Олимпиадой в Берлине. 36-й год, да, аплодисменты. Это все есть. Но потом пришло то, что пришло. Когда весь мир объединился и просто надавал по черепу взорвавшемуся эфрейтор. Вот все. Ваши прогнозы в этом плане? Я думаю, что цивилизация победит антицивилизацию. Это как детерминированно для меня тут. Вообще нет никаких сомнений в этом. Но для меня остается открытым вопрос, какой ценой. И естественно нужно сейчас сделать все, чтобы цена была бы как можно ниже, чтобы это не обошлось нам миллионы жертв. То, что мы видели в течение двух мировых войн из-за близорукости политических. Но вот это оружие, о котором вы сказали, и оружие, которым владеет Россия, это оружие должно выстрелить, вы думаете? Не дадут выстрелить. Все-таки казахстанские события... Давайте вот казахстанские. Мне подсказали, вот я в этом контексте хотел бы отметить один такой момент, что от бравады кремлевской в начале вот этой интервенции в Казахстан, это была интервенция в Казахстан, попытка во всяком случае. Чья интервенция? Что? Интервенция с... Россия под зонтиком ОДКБ. Это то же самое, что сделал Советский Союз в Чехословакии под прикрытием, под зонтиком организации Варшавского договора. Изначально это было интервенция? Изначально или в эпизоде с ОДКБ? Вместе с ОДКБ. Мы помним, если я не ошибаюсь, число я уже не помню, в этот день, днем, пресс-секретарь Кремля говорит, нет, об этом речи не идет. Вот вечером, оказывается, такое решение есть, и вот это решение озвучивается премьер-министром нашей страны, как страны, председательствующей в этой никчемной организации, которая, кстати, я здесь просто буду оппонировать нашему премьер-министру, который говорит о том, что нам нужно это ОДКБ. Нам это ОДКБ нужно как пятая нога корови, и больше ничем она нам не нужна после всего, что мы видели до 44-дневной войны, во время и после 44-дневной войны, по сей день. Эта организация на нас накладывает совершенно нам не нужные ограничения, и еще плюс к тому еще и может нас втянуть в всякие разные авантюры. Я не исключаю, что может возникнуть соблазн, особенно мы видим это на примере с Белоруссией, этого колхозного фюрера уже втянули в это дело, там сейчас идут широкомасштабные учения, да, но там идет накапывание, это концентрация российских войск на белорусской территории, недалеко от украинской границы есть угроза того, что страна может быть превращена в плацдарм для наступательных действий, как одно из направлений наступательных действий, северное направление, да это может быть. Сегодня, кстати, тоже американская сторона предупредила колхозного фюрера о том, что с ним будет, если он будет продолжаться в том же духе. Вернемся к Казахстану, у меня вопрос был такой, уроки Казахстана для Армении, один урок вы назвали. Да, и причем мы помним, что от этой бравады в течение нескольких дней не осталось и следа. То есть Россия все-таки сохранила способность принимать рациональные движения, рациональные решения, если происходят события, которые ее просто принуждают к тому, чтобы понять, что будут очень негативные для нее же последствия. Рациональный был вывод уже. Конечно, уже стало очевидно, что по-быстрому нужно выходить. Ну да, одно только вот заявление официального Пекина, причем так из двух серий, да, первый раз они сказали, в Москве делали вид, что ничего не понимают, причем после этого министр иностранных дел Китая просто сказал, что ситуация такая, что руководство Казахстана само способно полностью справиться с задачей по нормализации ситуации в стране. И это было одновременно с заявлением Блинкена о том, что у нас остаются вопросы, что там делает ОДКБ, и эти вопросы мы уже будем задавать, да, в ближайшее время. И Путин понял, что это грозит международной изоляцией. И нужно было с сохранением лица. Это такая возможность ему тоже была дана. Просто вот как вошел, так и выйти. Это продлилось количество дней, которые можно сосчитать по пальцам. И все, следа и нет в этом Казахстане. Вот, собственно, с чем мы говорим. У вас статья была «Казахстан и очередной момент истины для постсоветского авторитаризма». Сформулируйте, вот момент истины в чем? Момент истины в том, что все эти игры с транзитом власти, они показывают, что транзит власти в режимах, где коррупция является и несущей колонной, и приводным ремнем одновременно, она просто невозможна. Без потрясений. Казахстан, который хотел бы быть примером противоположного, мы и видим, что этого не произошло. На данный момент идет, в принципе, расправа над кланом Назарбаева, разными представителями. Это, скажем, группа влияния потенциальная, она просто ликвидируется. Возникает новое, но здесь очень важно, и то, что уже есть фактор общества. То, что было в Казахстане, это был такой масштабный взрыв народного негодования против тех устоев и нравов во власти, которые сформировались в ходе более чем 30-летнего правления Назарбаева. В конце концов, я об этом говорил, повторю, когда Назарбаев начал свое правление в Казахстане, сегодняшний руководитель Армении тогда был несовершеннолетним. Вы понимаете? То, что и любым нормальным людям свойственно чувствовать уже, это чувство надоедания. Сколько можно видеть только одного человека во власти, а потом еще и членов его семьи, его семьи, которые ведут себя не самым лучшим образом, их жадность, их глупость во многом, и полное игнорирование простого маленького человека. Это со временем приводит ко взрыву. Ну и есть культура протеста очень разная в разных странах. В одних странах люди выходят на митинг и мирно протестуют. В других местах очень легко берутся за дубинки и арматуры. Ну и еще и тоже очень важно, что в Казахстане на данный момент, как и до этих протестов, так и на сегодня, нет организованной политической, оппозиционной силы, ратующей за демократические порядки, за установление демократических порядков в стране. Есть, безусловно, есть борцы за демократию, это просто храбрые люди, умнейшие люди, некоторых я из них знаю лично, но тем не менее нет еще такой организованной силы, потому что власть Назарбаева просто бетонировала все политическое поле Казахстана. Ну, собственно, то же самое сейчас происходит и в России. Да, в России нет. Есть оппозиционно настроенные люди, но нет реально оппозиционной политической организации. Хорошо. Вот, собственно, с чем. Попытаемся подытожить, хотя много тем было, и по каждой теме можно было бы подвести итог, но давайте, раз мы уж закончили Казахстаном, вернемся к самому первому вопросу об отставке президента. И я зачитаю один абзац, один кусочек из заявления. Значит, президент говорит, вновь может возникнуть вопрос, почему президент не смог повлиять на те политические события, которые привели нас к нынешнему общенациональному кризису. Вот эта фраза, формулировка, что мы и сегодня находимся... Прибываем... Да, в общенациональном кризисе. Давайте... Ну, скажем так, и да, и нет. Почему да? Потому что все-таки этот послевоенный период нельзя считать завершенным. Война обернулась катастрофой для Армении. Общенациональный кризис, формулировка. Да. И этот выход из... Этого... Выход из этой катастрофы пока не завершен, и эти контуры пока не видны, пока у нас не установлен новый модус вивензи с нашими соседями. Сказать, что это кризис, можно сказать, что это и кризис тоже, да. Плюс к тому, Армения неизбежно сейчас трансформируется. Вот идет послевоенная трансформация Армении по всем параметрам. Где-то там... Это закономерность просто осознается и развивается в правильном направлении. Где-то мешает инерция, а где-то есть еще и просто упорно цепляются за старое. Армения должна быть реформирована. Это и есть единственный выход из кризиса. Что вы понимаете под словом реформирование? Реформирование. Реформирование? В каком плане должна быть реформирована? Во всем. И внутренние, и это изменения, которые приведут к модернизации. Вы видите, что настроено нынешнее правительство на... Настрой вижу, а насчет дел вижу очень много проблем. Настрой или слова? Реальный настрой? Ну, скажем так. Желание вижу. Насчет дел у меня возникают вопросы. И причем довольно-таки большие. Мы видим, что у нас не реформируется система государственного управления. Она очень неэффективна. Наша государственная машина очень плоха. Это совок. В самом отвратительном смысле этого слова. Подходы у нас совковые пока что. Отношения в бюрократической системе у нас остаются еще на уровне совка. судебная система у нас пока еще зиждется на постулатах товарища Вышинского. Юридическое образование потому что у нас это средоточие мерзости абсолютное. Это нужно разогнать к чертовой матери лет через пять только снова собрать. А до этого юристов только за рубежом готовят. Чтобы их не портить поэтому у нас проблемы и с прокуратурой и со следственными органами и судейским корпусом. Почему я останавливаюсь именно на этом потому что если государство не обеспечивает правосудие и справедливость это означает нет государства. Мы видим что государство с этой своей важнейшей функцией справляется просто отвратительно. Хотя подвижки есть. Общенациональный кризис одной фразой как можно преодолеть реальными реформами которые мы не видим опять же. Вот вы говорили заставим сделать что-то в каком-то другом вопросе. Мы находимся в процессе того что мы заставляем что-то делать. как можем во всяком случае незапрещенными незапрещенными законным методами да мы заставляем мы указываем на это мы аргументируем вы меня приглашаете в ваш эфир задаете вопросы я отмечаю я отвечаю абсолютно нет мы очень приятно объясним хорошо об этом нужно говорить нужно вещи называть своими именами вот преимущество демократии прежде всего в этом да что мы можем свободно говорить о том о чем мы считаем нужным и чтобы это было использовано с пользой для дела и искать истину ну да и при том мы должны еще и изначально исходить из того что мы не являемся претендентами на эту абсолютную истину да мы просто высказываем свою точку зрения и свое убеждение я этот вопрос задавала вот в конце я не хотела но задам я этот вопрос задавала не только задаю не только вам задавала еще другим своим гостям армяне и турки найдут общий язык или нет ну скажем исторически детерминированно безусловно найдут я в этом просто убежден но когда это будет и на этот раз получится или нет по живому и какова цена мира в нашем регионе мир просто является той необходимостью для для того чтобы армянская государственность продолжила бы свое существование мир это необходимое условие и в принципе для развития других государств региона тоже другие государства уже о себе говорят но для Армении это ну скажем так является необходимостью императивного характера хотя я не считаю что мы говоря о мире это не должно это не должно быть в виде такого агрессивного пацифизма да да то есть мы должны преследовать свои интересы для этого мы должны понимать что есть не только армия но есть еще и дипломатия эту дипломатию должны обеспечивать наши государственные институты все потому что век информационной и телекоммуникационной революции дипломатия стала занятием не только касты дипломатов да это нужно понимать она стала более публичной более такой транспарентной и очень и очень активной насколько мы готовы вот в этот век даже можно сказать онлайн дипломатии или твиттер дипломатии или твипломатии как говорится да мы должны эту закостинелость убрать да мы не можем позволить себе чтобы этот запашок со времен Эдварда Налбандяна оставался в этом десятиэтажном здании это непозволительная роскошь для республики армии спасибо вам спасибо спасибо большое всем кто следил за нашей беседой напомню что у нас в гостях был вице-председатель партии за республику Рубен Маграбян беседу Вилагайан и Аракелян всех благ и мира всем спасибо Продолжение следует...